всем привет дорогие друзья с вами людмила мандель и сегодня мы продолжаем с вами говорить о фильмах и сериалах сегодня мы поговорим о том как работать с лексикой из фильмов и сериалов как работать с классными сочными фразами идиомами вопросами и ответами частотными которые вы слышите из фильма фильм и сериала от сериала к сериалу и вместе с тем проблемы студентов зачастую заключается в том что они не используют эту лексику это лексика вы просто вылетает в трубу то есть вы услышали удивились восхитились какой-то фразой помните ее целый день а может быть два и потом благополучно ее забываете и в следующий раз то ли вы ее узнаете то ли вы ее не узнаете эту фразу вообще не факт одна из самых больших проблем до моих студентов это то что лексика вылетает как сделать так чтобы новые слова и выражения обогащали вашу речь а фильм сделать неиссякаемым источником новой лексики вот об этом сегодня вы подобрали фильмы вы начинаете с ним работать как же как же работать с лексикой чтобы она оставалась и работала на вас свою очередь во-первых давайте разберемся какое какие виды лексики из фильмов какие виды лексики нам нужны какие бывают и какие нам особенно нужны прежде всего мы обращаем внимание на шаблоны шаблонные часто повторяющиеся фразы вопросы ответы какие-то интересные выражения вот то есть вы смотрите например уже первый второй третий фильм и слышите раз эту фразу 2 эту фразу ага мы берем ее себе на заметочку то есть есть шаблоны речевые шаблоны есть типовые вопросы типовые там приветствия и так далее то есть есть типовая лексика неизбежно речь англоязычная нас насыщена шаблонами просто переполнены шаблонами на очень большой процент речь состоит из шаблонных повторяющихся конструкций то есть чем больше у вас такой опыт такой стаж что называется тем лучше будет наметан глаз тем лучше вы будете подмечать ага вот эту фразу я уже где-то замечал вот эту вот это вот это то есть вы будете лучше отбирать лексику отбираем прежде всего шаблоны второе на чтобы я обращала внимание это конечно же коллокации то есть устойчивые словосочетания в которых слова идеально сочетаются друг с другом глагольные коллокации особенно как make a mistake, do the homework, do the housework, глаголы существительные вот такие частотные коллокации связанные с самыми такими распространенными бытовыми темами если вы например изучаете и смотрите сериал связанный как-то с вашей профессиональной деятельностью то значит вы выбираете лексику которая вам нужна из этого сериала ваша профессиональная лексика вот то есть самый большой упор конечно делайте на лексические шаблоны это коллокации на речевые шаблоны это готовые конструкции вопросы типовые ответы типовые вот этим богаты фильмы реально не все но многие фильмы этим богаты и посмотрев несколько фильмов вы увидите что часть фраз просто качует буквально от фильма к фильму и конечно же они вам нужны что делать дальше с этой лексикой то есть ну вот вы ее выписали что делать с ней дальше я рекомендую использовать сервисы интервальных повторений memrise.com quizlet.com но memrise это сервис интервальных повторений quizlet не сервис интервальных повторений но вместе с тем это очень классная система для того чтобы запомнить все что угодно в том числе новую лексику чем вообще в чем принцип работы интервальных повторений лексика которую вы отрабатываете на этих сервисах проходит через определенные этапы то есть вы проработали лексику и через день вам нужно ее повторить то есть вот первый интервал через день да например там через час вам нужно ее повторить через три дня вам нужно ее повторить через неделю вам нужно ее повторить то есть вы повторяете лексику с увеличивающимися интервалами, и тем самым это позволяет вам лучше запоминать, гораздо лучше запоминать новые слова и выражения. Если вы будете делать это вслух, проговаривать это дело все вслух, то лексика будет запоминаться еще лучше. Словом, на сервисах интервальных повторений просто сплошная малина. Настолько легко и приятно отрабатывается лексика, новая запоминается лексика, что просто занимался бы и занимался. Мои студенты очень любят это дело, они понимают и слышат этот эффект, насколько легче запоминается и насколько легче употребляется в речи фраза, которая прошла через, которую вы запомнили и проработали на сервисах интервальных повторений. Но это еще не все. То есть, да, сервисы очень сильно помогают, но вместе с тем, чтобы эта фраза или эти фразы, или эта лексика, которую вы выписали из фильма, заиграла новыми красками, вместе с тем вам нужно провести, ее активизировать. То есть, она должна еще попасть в ваш речевой актив. Что это такое? Пассив – это то, что вы узнаете на слух или на письме. Актив – это то, что вы воспроизводите, опять же, устно или письменно. Вот в ваш актив, в ваш речевой актив, да, вы хотите перевести ту лексику, которую вы взяли из фильмов, но она пока еще в пассиве. И для того, чтобы перевести ее в актив, чтобы начать ее реально использовать в своих вопросах, в своих ответах, в общении с носителями языка, в общении на английском, то необходимо провести ее по определенным этапам активизации. То есть, сначала вы знакомитесь с этой лексикой. Важным элементом активизации является проговаривание вслух, то есть, чтобы вы каждый элемент лексики, каждую фразу проговаривали обязательно вслух. Обязательно должна быть озвучка, то есть, да, на сервисах я имею в виду, то есть, это очень-очень удобно. Вот квиз лет этим хорош, потому что там не нужно придумывать озвучку, она встроенная. Вот, и затем выполняем определенные упражнения для того, чтобы сделать лексику своей. Во-первых, вы строите свои предложения с новой лексикой, вы строите свои диалоги, придумываете, а как бы я мог использовать эту лексику? Делайте ее своей. Да, затем вы наблюдаете, как эта лексика переслушиваете, да, смотрите, как она используется в фильме или в истории, может быть. Затем вы объединяете лексику и строите на ее базе уже свои какие-то рассказы, свои истории. Самое важное – это сделать лексику своей, применить ее к своей жизни. Вот здесь поседает очень многое количество, многие студенты. Многие студенты поседают, потому что им кажется, что, ну, даже если я придумаю рассказ, это про кого угодно, да, ну, который не имеет, человек, который не имеет ко мне никакого отношения, им кажется, что, ну, ничего страшного, ну, я же проговорил, я же предложение составил. Нет, друзья, оно, лексика не оживает. Лексика оживает, когда, о, вот моя соседка, тетя Маша, это вот точно про нее, да, или там, вот это про моего друга, вот это вот точно про, там, моего сына и так далее. То есть, ваша задача максимально зажечь, оживить новую лексику применительно к вам. У вас будут свои ассоциации, у кого-то будут свои ассоциации с этой лексикой. Но, чем больше вы привяжете вот к вашей жизни новую лексику, тем лучше они запомнятся. Затем, что еще важно? Важно эту лексику между собой перемешивать, перелинковывать. То есть, старайтесь объединять новые слова и выражения. Звучите, используйте ее устно, включайте ВК.РУ и составляйте какие-то свои рассказы. Используйте ее при пересказе эпизода, при, да, при описании своего отношения к фильму. То есть, каждый, каждый раз. То есть, вы выделили из фильма лексику, и она становится вашим фокусом. Именно эта лексика в фокусе вашего внимания, да. То есть, вам нужно именно ее использовать, и именно с ее помощью строить свои предложения, вопросы, строить диалоги и так далее. Вот, это очень важно. Обязательно используйте программу записи своего голоса в ВК.РУ или на диктофон. То есть, пишите себя, неважно, куда-нибудь, потому что это создает эффект присутствия, то, как будто вас слышат, и вам становится легче, потихонечку легче говорить. Вот такое видео сегодня. Отбирайте, друзья, полезную лексику из ваших фильмов, фильмов и сериалов, с которыми вы работаете. Практикуйте ее, используйте сервисы интервальных повторений обязательно. Их просто нельзя не использовать, потому что они реально ускоряют процесс запоминания. Делайте лексику своей, описывайте, ассоциируйте ее со своими родными, близкими, коллегами, друзьями, соседями и так далее. И старайтесь объединять ее, чтобы был именно фокус на ней. Тогда вы будете использовать, постоянно использовать эти фразы. Тогда шансов, что вы запомните эту лексику и сможете ее применять, что она перейдет в ваш речевой актив. Шансы будут выше. Ну, а на сегодня все, друзья. В следующем, в пятом и заключительном видео мы поговорим о том, как заниматься системно. Потому что самый, наверное, большой враг занятий, да, бывает и периодами студенты загораются, я возьму и сделаю то, 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 но вместе с тем не занимаются системно. Вот как заниматься по фильмам и сериалам системно, в следующем видео мы об этом поговорим. Ну, а на сегодня все. Увидимся, услышимся. До встречи. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok